Два человека преклонного возраста, из селения Коттер-Юрт, записали видео, точнее третий их снимал, и этот третий, который их снимал, это тоже, по всей видимости, их же возрастный человек, тоже родом из Коттер-Юрта, но он живет в Европе, в Бельгии, как оказалось. Видимо, приезжал навестить своих родных в республику, и, в общем, они сняли вот этот вот шуточный ролик. Я чуть позже вам покажу этот ролик. И на этом надо, самое главное, что сейчас нужно, перед тем, как мы его с вами начнем смотреть, что нужно понять, что это не публичные люди, это не какие-то там блогеры или общественные деятели, это не активисты, это просто обычные чеченцы, причем уже преклонного возраста, это старики, и они как бы для внутреннего потребления, в какой-то своей компании, они сняли вот этот ролик, он шуточный, это не какое-то серьезное обращение к массам, не призыв к чему-то, это просто шуточный ролик трех стариков. И, как я понимаю, они, этот, значит, приезжий с Европы должен был вернуться в Европу, и они как бы вот это обращение делают там каким-то другим своим, таким же товарищам, проживающим в Европе. Никуда в какие-то широкие массы это видео уходить не должно было. Помните об этом. А теперь давайте с вами посмотрим, что эти старики сказали, и я затем вам это переведу. Ау! Саламу алейкум ассаллах ажадоид. Наши веры, дэр, 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 дэр. Один из, первый, кто разговаривал, он произносит там такие слова, если перевести на русский язык, он говорит, вы, говорит, проживающие в Европе, вы люди, которым Аллах сделал что-то хорошее, Аллах наделил вас своей милостью, вы же, говорит, не живете здесь, в республике. Это и есть ваш плюс. Для того, чтобы жить, говорит, в этой республике, либо у тебя должно быть много денег, либо у тебя должна быть гулящая мать. Он говорит это в шуточной форме. Но посыл, как вы понимаете, его в том, что здесь плохо, жить в республике очень тяжело. Поэтому, он говорит, вам очень повезло, что вы не живете здесь. За эти слова этих людей очень серьезно наказали. Их сначала похитили, разумеется, представители власти, затем собрали всех прихожан, всех жителей Коттер-юрта, собрали их в центральной мечети Коттер-юрта. И там, в общем, устроили публичную пытку этим людям. Даже младший, его младший брат, бил его прямо в мечети перед камерами. Давайте небольшой отрывок посмотрим. Победа «Наоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры создавал DimaTorzok Типа у вас должно быть много денег, чтобы жить в республике, хорошо жить в республике, у вас должно быть много денег, либо у вас должна быть гулящая мать. Что якобы вот этими словами он оскорбил всех чеченских матерей, в целом оскорбил там народ. И за это вот, мол, их там чуть ли отлучили вообще, выслали из села, как вы видите, публично унижают, оскверняют, избивают. Их подвергли такому наказанию, которому обычно подвергают человека, который действительно совершил что-то вот очень такое омерзительное, отвратительное. Но дело в том, что этот старик, в его словах, не было ничего подобного, за что стоило бы даже его как-то за это осудить. Не то, чтобы там делать то, что с ним сделали, а просто даже для того, чтобы с ним осудить, чтобы его осудить. Что он сказал? Это такая ситуация, когда есть некая наша компания, и в нашей компании есть какой-то известный случай. Мы с вами все его знаем, другие люди не знают, но мы с вами знаем, о чем идет речь. И вот когда я с вами разговариваю в шуточной форме, я вам говорю, для того, чтобы жить хорошо, у нас нужно иметь либо много денег, я говорю, либо подразумевая кого-то, понимаете, у нас в нашей компании, мы знаем, кого мы подразумеваем. То есть это может быть некий человек, который живет хорошо, но мы с вами знаем, что у него там с происхождением не все хорошо, там у него мать, допустим, не совсем целомудренная женщина, например, да, мы с вами это знаем. И я как бы в шуточной форме намекаю вам, вы понимаете, про кого я говорю, и я вам говорю, типа, либо должна быть гулящая мать, чтобы жить хорошо. Здесь нет ни слова про чеченских матерей, там нет ни слова про чеченский народ, вообще ни слова. Здесь есть упоминание какого-то конкретного человека, но мы с вами не знаем, кого они имеют в виду. Но у них это, видимо, какой-то известный персонаж. И даже если бы они сказали бы что-то действительно предосудительное, даже в этом случае с ними не подавало делать то, что сделали, так как это старики, что бы они сказали, стоило бы сказать, ну, плохо, конечно, что так сказал, но старик, что с него возьмешь? Вот так вот публично его выводить в мечеть, унижать и так далее, конечно, этого делать нельзя было. А почему это все произошло? Почему с ними это сделали? Потому что в их словах было четкое осуждение того положения, которое сегодня мы имеем в Чечне, да, в шуточной форме. Но оно достигло того, кто виноват в этом положении. И его уши этого не выдержали. И для того, чтобы перед ним выслужиться, вот эти вот гиены набросились на этих стариков, подвергли их публичной порке, унижением, пыткам. Только лишь для того, чтобы как-то выслужиться перед вот этим вот одним человеком, хозяином того положения, на которое жаловались эти старики. И обратите внимание, ведь все мы с вами, все чеченцы, которые слушали, слышали эту речь, эти слова, этих стариков, ведь мы все с вами прекрасно понимаем, что они имеют в виду, на что он жалуется, что он высмеивает. Мы-то с вами все это прекрасно понимаем, поняли. Никто из нас не принял это на свой счет. Никто из нас не заподозрил даже, что он мог бы что-то высказать по поводу чеченских матерей. Никто. Хотя главным аргументом обвинения в этой мечети звучит, «О, ты там наших матерей, это твоя, наверное, мать была гулящая», говорят они ему. Хотя все они, говорящие, понимают, что он ни слова не сказал про чеченских матерей. Да и как он мог? Он ведь сам является сыном одной из чеченских матерей. Видите, у него наверняка есть сестры, есть дочеря, есть другие родственницы чеченки. Неужели непонятно, что он не мог даже подобное сказать? Ведь все мы с вами, говорящие на чеченском прекрасно, понимаем его. И мы все с вами абсолютно никак не, на свой счет этого не приняли. Никто из нас не обиделся. Для тех, кто не понимает чеченского, вы можете пообщаться с другими чеченцами, пусть они вам переведут. Эти люди не сказали ничего предосудительного. Он ничего про чеченских матерей не говорил. Это была такая типичная шутка внутри какой-то компании с отсылкой на какого-то человека, на какой-то, возможно, случай, который невозможно было бы проецировать там в целом на весь народ. И что самое важное, это не в этом видео не было намерения, чтобы его увидели все. Это внутри какой-то узкой компании должно было остаться. По какой-то причине там это просто вышло в массы. А почему это вышло в массы? Вот это тоже важный момент. Это не вышло в массы по причине, что он кого-то оскорбил. Никто не пересылал это видео, говоря, посмотри, как он оскорбляет чеченских матерей. Никто этого не пересылал. Все это пересылали, смотри. Смотрите, как этот старик высказался по поводу положения в Чечне. Понимаете, вот так это рассылали. И все знали, что за это их заставили ответить. Не потому, что что-то там про матерей сказано, а потому, что он жалуется на положение в Чечне. А это очень не понравится сегодняшнему наместнику, сегодняшнему режиму российскому в Чечне. Это не понравится. Все это прекрасно понимали. Что их похитят, что их заставят извиняться, все знали. Но что вот таким образом заставят их там прицепиться к каким-то словам, как-то их исковеркают эти слова, применят их вообще в другом направлении, и за это их таким образом будут унижать, никто, конечно, этого не подозревал. И каждый, кто участвовал в этом судилище, там, я не знаю, есть ли там люди, которых можно назвать принужденными, может ли там кто-то рассчитывать на какое-то оправдание, я не знаю, но в целом, те, кто довольны вот этим, те, кто участвовали в этом, Аллах скоро в расчете. То, что вы сделали с этими стариками, это великая несправедливость, и она вам так не сойдет с рук. Вы ощутите то, что вы сделали с ним, вы ощутите на себе, на своих родственников, на своих детях, вы это ощутите. Это по-любому вернется к вам в Умерангом, в этом нет никаких сомнений. А этим двум старикам, а также еще к третьему, которого, кстати, из Бельгии, обратно вызвали, похитив его родственников, вынудили его вернуться обратно, я не знаю, доехал ли он уже, или еще находится в пути, я хочу вот вам троим сказать, и всем, кто еще, может быть, пострадает, вы абсолютно в наших глазах не унизились. Валлахи, мы прекрасно понимаем, что произошло в этой мечети, и вот что бы они там с вами не сделали, как бы они не пытались вас унизить, в наших глазах, в глазах обычных людей, в глазах вашего народа, в глазах ваших же односельчан, которые понимают, что там происходит, вы ничуть не унизились. То, что этот там младший брат поднял на тебя руку, то, что говорили в отношении тебя очень нелестные вещи, то, что там оскорбляли твою мать и так далее, это все ничуть не унизило тебя в наших глазах. Мы знаем твое положение, очень много наших братьев и сестер находились и находятся в еще более тяжелом положении, и они вынуждены терпеть все эти высказывания, все эти удары и так далее. Они вынуждены это терпеть, им они не могут сегодня никак на это ответить. Но это никак не унижает вас в глазах нормальных людей. Имейте это в виду, ничуть не переживайте по этому поводу, что мы как-то стали по-другому на вас смотреть. Все, что было в этой мечети, так и останется в этой мечети. И упрекать этим будут не вас, а ваших обидчиков, тех, кто подняли на вас руки, тех, кто вас оскорбляли, их будут упрекать этим событиям. Это они себя там унизили, не вас. Вы в глазах народа, вы абсолютно не унизились по этому поводу, вы можете не переживать. Саламу алейкум. Видимо, Дилимханов принял за свой счет слова этого старика. Ва алейкум ассалям. Я не знаю, кто там и как это принял, но они там не называют никаких имен, они не говорят ни про кого. Я думаю, это какой-то внутренний, бывает известный какой-то момент среди них. Почему это нужно было принимать на свой счет, не знаю. Музыка. 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 Продолжение следует...